Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике. По данным управления Роспотребнадзора, характеризуется 96 новыми случаями коронавирусной инфекции. Город Якутска 56 случаев, большое количество случаев в Жиганском Лусе. Группа заболевших изолирована, находится на лечении. Соответственно, распространение предотвращено. Пять случаев зарегистрировано в Нерингринском районе, по четыре случая зарегистрировано в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Ленском районе. По два случая зарегистрировано в Усть-Алданском, Хангаласском районе. И по одному случаю зарегистрировано в Верхнеколымском, Вилюйском, Кобяйском, Намском и Айбеконском районе. Особое внимание обращаю на районы, которые были в числе тех, в которых не зарегистрированы случаи. Это Кобяйский и Аймеконский район. И, соответственно, для руководителя оперативных штабов и для граждан этих районов, обращаю внимание на необходимость соблюдения норм социальной дистанции для того, чтобы не давать распространение инфекции, соответственно, соответствующая вакцинация на территории этих районов. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент у нас за сутки проведено 3123 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Республика находится среди тех, кто исполняет норматив по исследованиям на сутки, определенный Роспотребнадзором Российской Федерации. Уважаемые жители Республики Саха и Кутя, с 1 июля 2021 года на территории Республики начинает работать диспансеризация ранее заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим соответствующие наши центральные районные больницы, они оснащены соответственной информацией, подписаны соглашения с Российской Федерацией, Минздравом Российской Федерации о выделении денежных средств на проведение диспансеризации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией до данного времени. Кроме того, я обращаю ваше внимание на то, что на настоящий момент Минздравом Российской Федерации в порядке информации подписано соответствующий метод рекомендации по распространению и допущению новой коронавирусной инфекции, в котором определено, что наличие антител, а также тестирование на антитела перед вакцинацией не требуется. Такая установка имеет уже жесткую фиксацию в методических установках Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вакцинация на территории Республики продолжается двумя вакцинами. Вакцинами Пивак, корона и вакциной Спутник. На 2 июля 2021 года в Республику поступило 268-37 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. То есть на настоящий момент у нас получили первую вакцину 210-976 человек. Необходимо обратить внимание, что появились у нас в том числе районы-лидеры, кто практически полностью исполнил уже план по вакцинации. Но есть и районы, в которых непосредственно достаточно большое количество, сегодня меньше 50% вакцинировано граждан. На настоящий момент Пивак, корона, это для информации для граждан, Пивак, корона в ряд районов уже поступила, так как в любом случае у нас вся перевозка осуществляется разными транспортными схемами. Они отработаны и до 7-го числа, и Пивак, корона поступит во все, соответственно, муниципальные образования Республики. Кроме того, вчера, значит, дополнительно, я уже говорила об этом, поступил уже Спутник, и на настоящий момент вакцина Спутник также распределена между, значит, непосредственно поликлиниками, как нашего города, так и нашей Республики. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, впереди, в любом случае, мы находимся в состоянии лета, впереди выходные. Обращаю внимание на то, что непосредственно во время этих выходных все наши увеселительные заведения, которые существуют, и рестораны, они работают по схеме, который определен указом главы Республики Сахая-Кутя, с соответствующими ограничениями. Обращаю внимание на усиление контроля со стороны органов внутренних дел за данной ситуацией. Безусловно, во время выходных граждане выезжают на отдых. Прошу обращать внимание на то, что перед отдыхом хотелось бы вас пригласить на вакцинацию, на наши вакцинальные участки, напомнить о том, что тогда, когда вы будете отдыхать, в субботу-воскресенье наши медики будут вас продолжать ждать на вакцинальных участках. В субботу-воскресенье. Ну а самое главное, наши медики будут продолжать работать и спасать наших с вами граждан, ваших родственников. Возможно, даже кражка многих из вас, для того, чтобы непосредственно не допустить, для того, чтобы выздоровели люди от новой коронавирусной инфекции, и не допускать распространения. Поэтому провакцинируйтесь перед выходными.